Финал получился ужасным, а так круто. Мы же тоже, у нас тоже не всегда идеальные подкасты, хотя нет. Давай! Всем привет! На связи с евроспорт.ру мы вернулись с Australian Open и готовы подвести его итоги. Со мной Влада Старшев, Катерина Бычкова. Мы в студии что-то будем сейчас вам рассказывать про Australian Open, который завершился совсем недавно. Как тебя зовут, мальчик? Меня зовут, да, Антон Ханкаян, кстати. Очень важный факт, без которого мы не могли начать, теперь можем начать. Первое. Общее впечатление от двух недель в Мельбурне. Не знаю, одна эмоция главная, которая у вас после этих двух недель как-то сохранилась. Может быть, несколько. Ты знаешь, было круто до мужских полуфиналов. Было круто, пока мы были в Мельбурне. Нет, было круто. Вот действительно, женская часть, вот к ней вообще никаких претензий. Это был супер турнир, возможно, один из лучших за последнее время. Очень классный финал. Приятно, что свежие лица в финале. Да, Петру Квитову мы знаем давно, да, вроде бы Науми Осака выиграла US Open, но все равно вот это сочетание, оно свежее. Они боролись еще не только за титул, да, там, за звание первой ракетки мира. У ребят тоже много свежих лиц, все хорошо. Но вот начиная с полуфинальной стадии, это сплошное разочарование. Ну вот два полуфинала... Ой, ну что ж ты все разочаровываешься-то постоянно. Ну хороший турнир получился. Два полуфинала получились ужасными. Финал получился ужасным. А так круто. То есть так похоронил, но в целом все было очень классно. И гвоздичку так сверху, ладно уж. В целом было неплохо. Нет, мне понравился турнир вообще, в принципе, я ожидал какой-то там, не какой-то супер-экшен прям был, но опять-таки все эти новые лица и в мужской части сетки, и в женской, и то, что даже эта Коллинз там новая, да, какая-то появилась. Очень круто сыграла несколько матчей. То есть это не то, чтобы так раз случайно, да, один матч выиграл, и дальше кот пропал, а прямо именно на уровне провела определенное количество поединков. Ну как-то вообще действительно был и финал получился суперский женский. За что уж я не супер-фанат, сразу говорю. У женского тенниса. У женского тенниса, тем более. У женского тенниса, да. Вот. Своим теннисом. Поэтому, да, но здесь разочарования нет, слушай, ну просто получилось так, что в полуфиналах не потянули уже ребята молодые, они и так сделали все, что могли. Но здесь все-таки два таких метра, что просто невозможно было. Вот преподали уроки, скажем так, а вот что произошло с финалом, я так не очень поняла. Я, конечно, не то чтобы разочаровалась, просто это было удивительно в плане того, что Джокович показал какой-то мега-теннис, да, соответственно, у Надали ничего не получалось, и от того, что, видимо, его пристанул вот настолько психологически в каком-то моменте Новак, он прям совсем рассыпался, и больше всего меня поразило, потому что я смотрела тоже все эти три сета, все-таки надеясь, что я здесь отдавала предпочтение что-то испанцу в этот раз, но мне хотелось, чтобы была борьба, что я была уверена, что она будет, ну, всякое бывает. И вот в этот момент меня удивляла супер-концентрация Джоковича, то есть он не расслабился ни на секунду, был момент, вот этот один момент, когда брейки в третьем сете были, один-единственный момент, когда он два раза позволил себя не то чтобы расслабиться, а просто отпустить внимание, но там уже тяжело, то есть когда ты уже в третьем сете проигрываешь, даже такому, там, маэстро, как Раффи, да, ему тоже тяжело все равно цепляться, играет он против Джоковича, и меня это, конечно, удивило, думаю, что такое происходит, как это можно держать, и кто там появился новый в команде Новак Джоковича, кто работает с его нервами и психологией. В общем, мы поняли одно, да, Катя Бычкова, теннисный Георгий Черданцев. Если она выбирает на Даля, просто грузите все свои квартиры, какие есть, даже в Одинцово, на Джоковича. Вот ты какой, цветочек аленький. Хотели про мужской финал чуть попозже, но давайте запустили, да, давайте продолжим. Мон, разные были мнения, вот я, например, сразу, я не пиарю собственный текст, конечно, но... Заходите на euraspor.ru, слэш. Да, сейчас будет, да, точная ссылка на страницу. В общем, я называл, например, этот финал суперскучным, при том, что он был и неожиданным, и скучным лично для меня. Вот, тут же прибежала в комментарии ко мне в фейсбуке Катерина, написала, что ей не показался финал суперскучным. Ну, я объясню, почему мне вот он... Я вот очень редко тут говорю свое мнение, но вот моя минута. А мальчик, последняя. Она пошла. 55 секунд. Да, почему мне он кажется очень скучным? Потому что... Все, прежде закончилось. Потому что, ну, борьбы не получилось, и, как бы, вроде бы такой классный турнир, вот он шел к гранд-финалу, то есть все ждали мне, ну, практически все ждали этот финал. Вот, как бы, первый и второй сейн, и первая-вторая ракетка, как-то 5 сетов хочется, 3-4 часа, и в итоге игра в одну калитку, она просто, ну, не может быть не скучной. Лично для меня, я не болел ни за того, ни за другого, но просто, когда идет вынос одного игрока, то, ну, нельзя этот финал назвать чем-то еще, кроме как скучным. Ты знаешь, финал был сыгран в матче Циципас-Федерер. Вот это был реально финал. Он был классный матч, который можно было... Мы смеялись над этим в Австралии, да, что если какие-то странные теннисисты выйдут в финал, можно вместо в прямом эфире этого финала в записи показать Циципас-Федерер, и он соберет рейтинги больше, чем, условно, ангел. А странные теннисисты каких ожидали? Ну, не знаю, но вдруг, представляешь, там... Лук-пуй? Ну, не знаю, вот если бы у женщины вышла Коллинс-финал, ну, согласись, это бы не собрало большого рейтинга, как Осако вся Азия смотрела, условно говоря. Ну, ты понимаешь о чем, да? Нет, я понимаю. И такие раскрученные, да. Я сегодня читал колонку Тони Надали. Он так немножко в сторонке стоит теперь. Но он сказал, что изначально, да, там было принято решение команды Рафы в начале года, что он укорачивает розыгрыш. То есть теперь это такой немножко Федерер-стайл. Он сказал, что он, наверное, бы посоветовал иначе Рафе сыграть. И в плане, да, затягивания розыгрыша он бы играл через центр. Но при этом Тони, ну, не давая углы, да, Джоковичу, как тот любит. Но при этом Тони отметил, что не факт, что это бы сработало. Просто на взгляд дяди Рафы, вот у всех сейчас ощущение, что разница между Джоковичем и Надалем вот огромная, да. Но, как сам Тони отмечает, что Рафа сыграл идеальный турнир. В финале он встретился там с совершенным парнем, с которым надо было играть так же совершенно, как играл Рафа весь турнир. Вот у него этого не получилось. И вот почему это... Если бы он сыграл так, как он действительно шел все две недели, то мы бы увидели совершенно другое. Почему не получилось? Почему так зажало Рафу? Почему его Форхан был примерно как мой? Почему, я не знаю, там, ну, то есть мы не увидели практически ничего? Ну, нет, я в какой степени могу, наверное, сказать, но сейчас уже не буду, да, если тебя перебила. Нет, нет, да... Нет, ну, понимаешь, такая история, то есть выходит два соперника, они отыграли классно оба. У Рафы вообще не получилось ни с кем никакой борьбы, да. И ты понимаешь, ты выходишь против Джоковича, это тебе не любой другой юниор, какой бы он ни был, замечательный, с амбициями и так далее. Здесь против тебя выходит биоробот, да, такой же, как ты. То есть у тебя здесь должно быть 100%. И он почему-то, его, видимо, от того, что зажало, он начал играть в свою старую игру, опять-таки. То есть у него не работало ни новая, старая не работает, и новая, как бы, не та, да, против Джоковича. Застрял между всего. И я просто была сама в такой ситуации, когда там смены техник были всякие, это очень сложно. И ты еще в финале, и ты как бы, ну, то есть на тебя есть, в основном, определенные обязательства, которые ты, неважно, там, хочешь накладывать, не хочешь, они все равно есть, и тебе как бы, ну, ты сам от себя ждешь, да, как мне тут кто-то написал в комментариях тоже, что, типа, да это понятно, команда там не хочет, чтобы Надаль ломал колени, типа, да, и так далее, и так далее. Я говорю, да вы что, прикалываете, чтобы Надаль вышел и просто так отстоял в финал в Австралии? Я говорю, вы что, шутите? Ну, как бы, это даже просто не может такого быть. Он тогда просто не выйдет. Он бы просто сейчас на рыбалке спокойно сидел на Майорке. Да, сидел бы, да. Чем по факту для него тупо позориться, да, получается, что получилось. Но вот не смог, он справится с нервами, это, конечно, печально, потому что, и говорю, вот эта нерабочая ситуация, то есть против топовых игроков, видишь, новая игра еще не работает. То, что он может обыграть молодежь, которая сыровата, да, и которая не понимает каких-то моментов, это не может не знать Джокович, как бы. Он, конечно, наоборот, использовал все эти моменты, которые, ну, проваливали. Сюрафа и тут в старую вернуться не может, и новую ничего не получается, и совсем все провал. И, то есть, конечно, печально. Хотя отдельно взятый розыгрыш, на самом деле, это не было скучно в финале, потому что зато как круто смотрелся Джок. Вот уж там вся Сербия, наверное, плясала. Просто, ну, серьезно, потому что выглядел он просто богом. Реально, как будто, я не знаю, там, Зевсу дали ракетку, он решил такой погонять, как бы, на корте в Мельбурне. Да, реально круто. То есть здесь, ну да, жалко Рафу, но нельзя сказать, что... Я думаю, что для Джоковича-то не было скучный финал, и вообще, как бы, ну, все получилось, да, максимально. Здесь тоже такое все очень относительное. Последние три матча для Джоковича – это вообще идеальный сценарий, который только можно было. Вот если все шлемы были бы такими, просто здоровья хватило бы еще, там, лет на 10-15. Ну, я думаю, ему еще хватит лет на 5, так точно. Ну, побольше, может быть, даже, да. Теперь женский финал. Получился он местами ожиданным, местами совсем неожиданным, тоже и по участникам, и по содержанию. Ну, во-первых, финалистки. Кто-то из вас ожидал их увидеть? Да, абсолютно. Обеих? Ну, обеих не знаю насчет Квитовой, но просто она показала тоже неплохие результаты в предыдущих турнирах. То есть в целом она в Брисбоне, да, или в Сиднею. Да, Сиднея выиграла, да. То есть у нее уже было задело, когда она становится на эти рельсы победные, вот именно Петра, да, она дальше катит, ну, прям вот очень хорошо и далеко. Неожиданно было, что вот этот вот Харт, потому что для нее все-таки было другое, покрыть побыстрее, она стала стабильнее намного сейчас, на самом деле, играть. Видимо, там вот эти все рассказы про то, что у нее там теперь кайф от игры, после вот этих всех историй, да, это действительно так, я уверена в этом. Вот, это видно, когда она играет, это то, что Новомиоск готова сейчас быть лидером явным, это уже было понятно на Исопоне. Как бы, если бы она была не готова, она бы уже там сломалась еще в финале против Сирены. Мне понравился подход Квитова и ее команды, когда тренер признался в Мельбурне, сказал, что мы перед турниром сели и сказали, давай, мы как будто в Сиднею. Вот ты думаешь, что мы продолжаем играть в Сиднею? Это не шлем. То есть она не приезжала в дни отдыха тренироваться именно в Мельбурн-парк, чтобы, ну, вот это, знаешь, ты встречаешь людей и спрашиваешь, а с кем ты играешь, а вот что, ну, чтобы вот это себе лишний ажиотаж вокруг вот этого, ну, не поднимать. Ну, то есть она приезжала, делала работу свою и уезжала, да, там, могла потренироваться за пределами. Ну, то есть ты вроде бы и на турнире, и в то же время, когда у тебя день отдыха, ты живешь обычной жизнью, и не думаешь о четвертьфинале, полуфинале и так далее. Ой, это правда интересный момент, просто когда вот, ну, я что-то упустила. Это прям здорово. А Осака, человек выиграл три турнира всего за карьеру, из них два больших шлема. И Индиан Уэллс. Да, в твою дивизию, это, конечно, просто. Это реально. Я думаю, что с учетом того, что азиатский рынок это вообще бездонная вещь, это сейчас будет самая хорошо зарабатываемая теннисистка в Киеве. А ей только 21 год. Ей только 21, она уже после US Open подписала сотник, десятки контрактов. Маша, давай, до свидания. Сейчас реально это будет человек, который зарабатывает больше всех. Если господин Нисикори зарабатывал на контрактах больше Роджера и Новака, не выигрывая ничего, там, наверное, одной японской лапше он поднимал столько, сколько Новак не поднимал. На хлебе без глютена? Да, да. То есть, то представь, что сейчас будет с Осакой. И что самое приятное, она после US Open, ну, мы видели, да, выигрывала Мугуруса большой шлем, затем она как-то, ну, пропадала немного, да, проваливала что-то. А тут вот этого не случилось. Хотя вроде бы, девушки, да, 21 год, ну, ты выиграла US Open. Может быть, то, что пауза такая была большая между, ну, то есть, новый сезон закончился, сейчас уже как бы, старый сезон закончился, сейчас уже новый, да, и ты как-то вроде, ну, то есть, не идет так шлем, знаешь, Ролан Гарос тут же Уимблдон, когда ты только-только выиграл и должен что-то показывать уже. Может быть, это ей помогло. Может, в целом ее какой-то менталитет, вот это американско-японское, что в ней есть, все это как-то, может быть, команда, ну, то есть, тут все воедино срослось, и... Да, получился просто прям комбо, великолепно, на самом деле. Ну, честно, когда она проиграла три матчбола во втором сете, я подумал, что она действительно проиграет сейчас матчи, в принципе, это может психологически просто ее на ближайшие месяцы похоронить. Но то, что она сделала там в третьей партии, в итоге выиграв, ну, то есть, ну, блин, это, конечно, это безумно круто, поэтому она очень крутая, с детства за Осоку, сейчас все кричат, конечно, да, но... Но она реально крутая. И я очень рад, что она стала первой в мире. Ну, то есть, я с уважением отношусь к Халеб, к еще кому-то, ну, вот как-то Осока, ну, не знаю, мне больше нравится в ранге первой. Мне немножко жаль Петру, ну, потому что это была бы такая, ну, конец красивой, да, истории, когда вот она два года, пару лет назад ее, там грабитель порезал пальцы на левой руке, ну, и то есть, это была бы такая награда за все. Но мне кажется, что у нее еще свой шанс в таком мире будет. Я тоже вполне думаю, что будет. Она сейчас пришла в форму, она худенькая, да, хорошо двигается, ну, то есть, видно, что ей все как-то это, все нравится, и они идут в верном направлении, то есть, нет какого-то, ааа, опять шлемы надо, что-то делать, чтобы выиграть, что-то вот. Ну, то есть, получает кайф, и это тоже круто. Вот поэтому вот эти, ну, то есть, поэтому мне безумно понравился состав финала. Вот я, даже если они разыграют все оставшиеся три шлема, ну, на грунте это вряд ли, наверное, мы увидим, но если они будут все время в финале, я вообще абсолютно не расстроюсь, как бы. Давайте тогда по тройке игроков и мужской, и женской сетки, которые вас порадовали, то есть, не обязательно это какие-то топы, но просто вот как-то приятно было за ними следить, выступили лучше, чем мы от них ожидали. Ой. Очень смущен. Ну, ребят, наверное, ну, все понятно, да, это Тиафу, Ци Ципас. Люка Пуй. Ну, Люка Пуй, в принципе, уже там, в семнадцатом году уже думали, вот, сейчас он начнет рвать. Восемнадцатый он провалил, ну, вот сейчас пришла команда, да, Мили Моресмо, и ее тренер Лоик Курто, с которым она работала, да, вот они сейчас будут вместе с Люкой ездить, ну, не на все недели может Моресмо, ну, Лоик будет, когда ее нет. Ну, наверное, возьмут его в какие-то там, я не знаю, французские ежовые рукавицы, если они существуют. Ну, наверное, Деминор, я бы отметила. Деминор, да, он очень крутой, такой прям молодой, дерзкий, и в отличие от всех австралийцев, хотя он больше всего через время не живет в Испании, ну, вот он не влезает в какие-то скандалы, да, он там не устраивает вечеринки, не ссорится ни с кем, то есть, Деминор, ну, он еще в прошлом году. Но ему 19 лет, я не пойму, что ты хочешь, чтобы он устраивал пол-пати. Томич в 19. Но там возможности были другие, другое тоже, опять-таки, характер тут-то видно. Ну, да, Кириус тоже в свои, как бы, годы тоже, ну, творит разные вещи, а тут прям такой, действительно, парень, который думает о теннисе, и это круто. Так, а у Дам? Ну, я, наверное, для себя всегда, мне нравится Эшли Барти, то есть, мне нравится, что она дошла в этот раз все-таки до четверть финала, и что она как-то шаг за шагом, мне кажется, уже идет вот это к реализации тех способностей, которые у нее есть. Возможно, ей, конечно, не хватает физических данных немножечко, может быть, ей тяжело будет добраться там до условно первой, да, но я думаю, что в целом она может до десяточки дотянуть вполне, и у нее для этого есть как бы все данные в плане тенниса, там, технические, да, вот эта вариативность, есть чувство мяча, там, как-то двигается, даже она так, может быть, не как бы не супербыстро, но она как-то предугадывает, ну, то есть, не знаю, приятная игра, мне приятно за ней наблюдать всегда, то есть, мне вот, мне это вот прям как-то было радостно. Ну, просто для Антона скажу, Даши Касаткиной, ни один подкаст не обходится без запоминаний Даши Касаткиной, не знаю, зачем, но просто. Очень порадовала, просто потому, что приехала. Хорошо, что приехала. Приехала. Очень классное видео сняли, ты знаешь, мне понравилось, как сыграла Шарапова, ну, то есть, на удивление. Особенно против Возняцки, вообще, суперматч сыграла. Да, даже она могла вытащить из Барти, там буквально несколько мячей не хватило в третьем сете, когда пошел камбэк этот с 1-4, ну, то есть, я в какой-то момент уже такой был, ну, думал, ну, все, будет мучиться, турниры за турниром это будет, а тут нет, Томас Хокстед, я опять сотый раз говорю, Томас Хокстед, мне кажется, идеально подходит Маше, он хороший специалист, и вот все эти годы со Сведом Грюнифельдом это можно выкинуть в корзину, но вот Томас Хокстед, это тот, который действительно может еще, ну, как бы собрать воедино, поэтому то, что показалось Шарапова в Австралии, оно больше настраивает на там... Ну, то есть рано похоронили, да, ну, не то, чтобы туда прям совсем хоронили, ну, хоронят у нас быстро, только, знаешь, один турнир проиграл в первом круге, ты уже как бы лежишь там, тебя уже заколачивают, поэтому, ты знаешь... Ну, не знаю, мне, я, то есть, теперь уже с нетерпением жду даже Ролан Горос, где Маша в последние годы играет лучше, чем на остальных шлемах. Я так в позитиве с этого турнира. Так, ну, это было два, третьего не будем выбирать. Да нет, что выбирать? Ну, я не знаю, мне понравилось, как, допустим, та же Каролина Плишко провела, тоже довольно стабильно, как-то вот показывала стабильный теннис, и вот какая-то уверенность тоже не появилась, другая немножко, то есть мне понравилось тоже, как она выступала, даже не потому, что она сирену тоже обыграла, что, конечно, мне тоже очень понравилось и порадовало, прям бальзам по сердцу был, пересматривала эти кадры просто, но вообще по всему, по поведению как-то, вот по игре, да, тоже как-то мне вот появилось, как это называется, да, если английский мачур, да, вот такое мастерство, и вот это вот, что-то такое уже от... Ну, обросла мясом, супер, да, профи, да, какого-то, ну, то есть приятно, меня порадовало. там Кончита Мартинес, человек, который выиграл с Мугурусой, там буквально, заменяя СМСюмик шлем, ну, то есть там тоже команда, которая может объяснить, как-то, видимо, тоже выстроить, ну, у девушек все равно психология, все иначе, и вот они, видимо, как-то могут это разложить так, что Плишкова абсолютно комфортно себя чувствует вот в этой зоне. Едем к разочарованиям, а не всегда следуем за теми, кто порадовал. За радостями. Да. Блин, ну, меня разочаровало, что случилось с Кербер в матче с Коллинз. Ну, то есть, ну, хорошо ты про... Ну, хорошо, проиграть можно, да, то есть, взяв всего два гейма, до этого демонстрируя, ну, уровень высокий, и на Кубке Хопмана, и в Мельбурне, ну, то есть, было видно, что она прям готова. Ну, я соглашусь, она готова была, да, я тоже удивилась очень сильно. А тут просто вот как будто раз, и все, отменили, все, клиент уехал, ну, то есть, я, честно, я, ты, честно, не понял, ну, то есть, что это? Ты ни один такой, кто не понял, просто 6-2-6-0, о чем ты? Возможно, она сама не поняла, но вот это было безумно странно. А второй фаворит, кстати, по походу. Ну, нет, может докатить там, ну, минимум до полуфинала, потому что она действительно хорошо смотрела, с каждым матчем она здорово играла, и тут просто... Ну, то есть, ладно бы она в трех сетах проиграла, 22-я смена. Да, Коллинз там, великолепный турнир, это одно там в трех сетах, но когда ты только два гейма берешь, я не знаю, честно. Ну, да, это странно было, как минимум. Хорошо, у парней? Парней, ты знаешь, меня разочаровало, вот на контрасте сейчас видно, насколько еще спокойно с молодыми играют Джокович и Надаль, и насколько начинает, ну, не то чтобы трясти, но как тяжело уже Федореру играть с молодыми, вот он прям вот с ними, вот там прям вот мучается, там, а Рафа и Новак еще, ну, как бы, ну, то есть... Так у них самый пик такой, когда для них эти ребята еще дети, правда, то есть вот это кайф играть с такими, которые классные юниоры, но еще юниоры, и они у них нет, вот это вот то, чтобы обыгрывать таких топов. А у Роджера... А он уже старый. А у Роджера наступает вот прям, какой-то, ну, вот ступор, вот его прям вот, не знаю, может, когда вначале объявляют, что Роджер Федорер 81-го года рождения, и там какой-нибудь мальчик 2000-го, ну, то есть вот это меня больше разочаровал. Ну, и опять же, мы отмечали в наших прежних подкастах, что там Мельбурнский турнир, это такой будет знак для Роджера, ну, сколько еще играть. Мне кажется, что этот турнир показал, что времени-то все меньше и меньше. Да, его почти не осталось совсем уже, все. Поэтому, как и в нашем подкасте. Вот это меня больше всего разочарало, то есть не конкретный игрок, а вот в целом вот эта ситуация. Ну, плюс Роджер анонсировал, что он едет на грунт. Ну, да, мы успели сделать кое-какие выводы сразу. Ну, да, мне по-прежнему, да, кажется, что если он едет на грунт, значит, это сезон последний. то есть, не дай бог еще на Кубок Кремля приедет, чтобы с Москвой попрощаться. Все-таки играл здесь когда-то. Почему? Дай бог. Почему нет? Пусть приедет. Попрощаемся. Мы уже копим приездные как бы. Собираемся в мир. Так налоги повысили как раз, что ты думаешь, почему? Ты думал, просто так? Немножко для Федерера. за приезд. Так, ну только Роджер или кто-то еще там. Я могу накидывать варианты. Накинь. Ну, Александр Зверев, например. Ну, это стабильность. Да нет, да, вообще, в чем разочаровать-то? Он, Стас, там по стандарту все пока. Димитров тоже стабильно все. то есть, понимаешь, несколько лет назад мы такие, ну вот, вот скоро, вот он, вот. А у него уже, это волосы попадают из седина. А сейчас как-то уже, ну, проиграл и проиграл, да, там, Агасси взял, а, ну, все равно, ничего не меняет. Даже Граф приехал поболеть, а, ну, А все, тот же встречается из, как там, Pussycat Dolls. Да, да. А, все равно проиграл. Ну, то есть, все стабильно, поэтому это уже не разочарование. Так, Доминик Тим. Он сейчас лучший блогер, чем теннисист, Боже, ты видел этот ужас? Ну, вот, как бы. Это такой интересный блог, после двух минут которого, как бы, очень классно отходить ко сну. Я включаю нану периодически, когда не спится. То есть, кто-то смотрит снукер с Владимиром Синицыным, кто-то включает. Нет, я просто ожидала что-то большее, честно скажу. Да, мы немножко открылись от темы, но он не то, что не разочаровывал, он всегда плохо начинает сезон. Всегда. По теннису можешь тоже это сказать, я немножко ожидал больше. Разочаровывает всюду. Ну, кстати, на контрасте с Цыцепасом, который на корте классный, и вот я открыл его канал, и тоже очень бодренько там все. Он просто такой живой, знаешь, пока еще, я не знаю, там его как-то подобчешут, так как Машу, Да, мне страшно. Огранят, скажем так. мне страшно, вот что сейчас могут сделать с Цыцепасом? Ну, условно говоря, сейчас обычный, нормальный. Там могут сделать все, что угодно. Нормальный парень такой из пригорода Афин, ну, то есть, что-то русское есть, что-то иностранное, но вот сейчас как бы не взяли его в эти жесткие рамки, и он бы превратился опять в стандартного вот этого, ой, они все хорошие, был классный матч, но я проиграл, то есть, будет жалко, если мы потеряем такого креативщика, знаешь, и превратиться в Урфинджус, его деревянный. Я думаю, полтора года. Пополнится. Давай прям на спор, полтора года будет, вот, я хорошо играл, он хорошо играл, здоровый классный теннисист, я желаю ему удачи. Ну да, ну будет жалко, но будем пересматривать старые видео. Все сильные, все сильные соперники, да, все сильные соперники, все все так, наизусть уже от зубов отскакиваю. Спасибо вам за то, что пришли, в поздний час поддержали на трибуну, ваша поддержка дала мне энергии. Удивительная публика в Мейбурге. Да, классно, потом просто город меняется, то есть, удивительная публика в Париже. Приятные близкие, наверное. Мы ужасные. Хорошо, русские парни, про них почти ничего не сказали, а по-моему, они заслуживают того, чтобы про них что-нибудь сказать. Да вы про них говорили три подкаста подряд. Так уже цитипасы к нашим записывали. Чего ж там? Цитипасы все наши. Там что еще можно откопать еще? Там кто-то, кто у нас есть, кто-то еще же полорусский. Техан Козлов. Да-да-да. Так, ну, я бы начал с Дани Медведева, потому что... Он выиграл сету Новака Джоковича. Потому что он выиграл сету Новака Джоковича. И Шиповалов тоже взял сет. Два наших взяли по сету. А, да, у нас еще Шиповалов наш, я забываю точно. То есть два-три мы проиграли Джоковичу. Вы лучше, чем на даль сыграли. Сто процентов. Мне лично Даня очень понравился. Во-первых, потому что он стабильно отыграл с соперниками, которых он должен был выиграть. И снова, ну, мне кажется, что на этом турнире он навязал больше, чем остальные соперники. Меня напрягает, что ты уже дважды свою точку зрения высказал. Больше, чем за все предыдущие. Ну, просто. Как бы это... Не таков. Скоро ты будешь. Об этом мы не договаривались. Работать в эфире один. Не, Медведев крутой. Ну, вот честно. Вот ты иногда смотришь на него и думаешь, худой, высокий парень, чем ты играешь, да? Ну, то есть мы привыкли... Ну, характер очень. Да, мы привыкли, что это такие атлеты, что это такой вердаска в зеркале. Ну, то есть все такие... А тут прям вот с учетом еще того, что он себя плохо чувствовал в Мельбурне, он мне с самого первого матча говорил, что не понимать, что происходит слабость нереальная. Ну, то есть, если бы Гафен там затащил третий сет на тайбрейке, он сказал мне, что я, может, и снялся бы. Хотя над физикой работал в межсезоне, при том, что он себя вот так некомфортно чувствовал всю эту неделю в Мельбурне, он так круто сыграл и с Джоковичем действительно и сет потащил, и еще моменты были. Ну, честно, вот тут такое, да, хочется и Карен, чтобы шел вверх, и Даня. Ну, то есть, мы реально давно ждали такого, и вот теперь два парня, которые уже близки к десятке. Карен следом идет. Ну, Карену не повезло, что там Баутист Агут, который очень классный сезон начал. Ну, то есть, тут просто реально не тот, ну, соперник был, который на коне. Это тут не стоит вот прямо вот делать трагедию, что Карен не прошел там очень дальше. Баутист Агут был вот реально крутым. Ну, здесь на самом деле, понимаешь, тот же Цицыпас. Если бы ему не попался Федерер, а условно надаль уже, как до минора, понимаешь, то тогда бы не прошел Цицыпас до полуфинала. Абсолютно. Это в чем вообще, в принципе, заключается любой турнир и вообще, в принципе, вот этот расклад какой-то, который из тебя делают звездой, это еще удачный момент. И вот как бы кому-то везет, кому-то не очень. Кто-то зарабатывает, впахивает, а кто-то попадает, вот когда, ну, неудачная сетка, да? Вот как в Санкт-Петербурге сейчас, дважды жеребьевку провели. В одном варианте у Маши Шарапова во втором круге была Кики Бертонса и Севастова в полуфинале. А тут, походу, жеребьевки, они такие, ой, у нас фишек не хватает. Сделали вторую версию жеребия, и там уже гениальная сетка. Ну, то есть, тут тоже многое зависит, как бы, вот, кто тебе попал, да, и на какой стадии. Ну, вот Карену в этом плане немножко, ну, кто-то скажет, ну, это же не Федерер, это же, ну, блин, Баутист Агут, это... А где были фишки? Владильники, видимо, или в кармане у Александра Медведева, я не знаю, как говорится. Или были не те фишки? Просто не так фишка легла, как говорят, в Санкт-Петербурге в отеле по сейнам. Поэтому, ну, то есть, у меня нет такого, что, ой, Карен плохо сыграл. Нет, он играл круто, он там боролся в том числе и с собой, выигрывал сложные, да, там, матчи, ну, то есть, когда видно было, что какая-то внутренняя борьба идет, потому что он сейчас немножко в ином статусе уже приезжает на шлемы, все-таки он и мастерс выиграл, он близок к десятке, он там был даже на итоговом, пусть и запасным, ну, то есть, это уже немного другой статус. И, ну, блин, Баутист Агут, хуже не придумаешь. Да, он вообще такой, да, очень цепкий. Он такой прям зацепит в своей, да, ну, то есть, там трое нужны. Хачанов, Медведев и Рублев просто, что подвлекал, да, как-то. И то не факт, что выиграли. Наши дамы про Шарапова уже разобрались, я как главный переживатель за Дарью Косаткину в этой комнате хочу у вас узнать, что же происходит с Дарьей в начале сезона. А я знаю, она и прошлый сезон начала. Не то чтобы очень хорошо, но вот снова это повторяется. В чем дело? Может быть, там предсезонка, не предсезонка. Понимаешь, вот сложно, да, мы не знаем, что они делали на предсезонке. Может быть, они там, я не знаю, загрузились физически так, что сейчас ей нужно время, чтобы войти. Потому что, видишь, два года подряд она проигрывает. Начало сезона. в прошлом году до Австралии тоже оба матча проиграла, но вот здесь даже не получилось ни одного матча зацепить. Ну, ну, блин, ну, проиграла три недели подряд. Ну, Кики Младенович проигрывала, сколько там, 10-12 матчей подряд. Ну, то есть, тоже не стоит прям, что вот на одной неделе не получилось все, теперь это разочарование, и она теперь не первая наша ракетка, и все, и надо заканчивать карьеру. Ну, прости меня, и все проигрывают, поэтому, ну, жаль, жаль, что там Австралия не задалась, ну, я бы тоже не стал делать из этого целую историю, что... До начала сезона три турнира все сыграли. Еще играть и играть, еще успешно. Все, не хороним, да, на момент записи СПБ Open еще идет и идет, Дарья еще не играла, поэтому можем оптимистично. Да, даже если она на СПБ Open проиграет, знаешь, сколько было? Елена Янкович девять турниров проигрывала подряд, а потом стала первой ракеткой мира через три месяца. Понимаешь, считается такая штука, здесь повернулся в другую сторону, где-то поймал уверенность, и все, и тебя еще где-то подфартило. И прям раз, и ты уже на коне. Ну, да, тоже, ну, СПБ Open, ну, 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 и проиграет, и проиграет она одну игру, еще одну, и, боже, что же случится такое? Он же никогда не проигрывал, что ли, я не пойму. Это вообще, такие странные значения передаются иногда, и вот этим как раз грузит и нагружает еще теннисистов самих. Еще что надо, там, цифрами, там, сериями. Да, вот это вот проиграл, ну, и проиграл, выиграл, проиграл, это работа такая. Да, с учетом развития соцсетей, сейчас очень сложно теннисисту скрыться от всего этого, да, ты там выложил фотографию в Инстаграм, а внизу миллион подписей от тех, кто ставил деньги на тебя, проиграл. Да, 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 сгори в аду. Да, и ты такой начинаешь, боже мой, а что же я сделал? Я уже целых три матча уже проиграла в этом сезоне. Как же мне теперь быть? Жить вообще просто дальше. Пойду, буду играть в микс. Ну, то есть, блин, ну, три, это хорошо, но мы же тоже, у нас тоже не всегда идеальные подкасты, хотя нет. Вот кто стабилен. По русским дамам вроде разобрались, мы как-то не упоминаем особо, была у нас Потапа во втором круге впервые, ну, не знаю, можно чуть-чуть, молодец, все. Ну, в топ-80 попало уже рейтинг. Ну, постепенно, там, шаг за шагом, ну, молодец. Где у меня? Все, надо отметить Настю Павличенкову, которая сыграла здорово в Мельбурне, у нее вот последние пару лет, ну, на шлемах вообще никак не шло. Тут даже обидно, могла пройти и дальше, ну, то есть, вот ту встречу с Коллинз, да? Да, обидно там действительно. там действительно второй сет, ну, вот, ну, был шанс реально попасть в полуфинал. Я надеюсь, что вот из этого, четвертьфинального, ну, это все-таки успех, вот, он как-то Настю выведет на правильный путь, потому что она действительно по игре она может играть с лидерами. Но у нее была совсем нелегкая сетка, да? тебе не то, что ей там повезло, она проскочила. Нет-нет-нет, она обыгрывала хороших девочек, ну, то есть, было видно, такая трудовая, хорошая сетка, и она действительно выцарапала этот четвертьфинал. Поэтому, ну, вот стабильности, да, вот стабильности на больших турнирах, вот то, что нужно Насте, чтобы, ну, то есть, мелкие турниры там выигрывать, это все здорово, но хочется именно на крупных. Согласитесь, это с учетом того, как, что сейчас вообще происходит, ну, то есть, это хороший показатель. Идем к выводам, мы тут только что говорили о том, что не надо делать никаких выводов по нескольким турнирам, но поэтому мы их что правильно сделаем? Начнем с мужчин. Как-то Новак казался слишком уж биороботом, действительно, каким-то универсальным солдатом. По ходу сезона будет ли он доминировать или где-нибудь на грунте немного споткнется? Ну, на грунте, мне кажется, споткнутся почти все, кроме одного. Да, обычно не будем называть имен. тот, кого нельзя называть. Ну, понимаешь, это преимущество того, что ты первая ракетка мира. Ты добрался, вот вроде бы все говорят, да я не хочу быть первым, но сетка при этом у тебя гораздо легче, конечно же, чем у остальных. А если еще в твоей части кто-то из тех, кто стоит высоко, споткнулся, то это просто путь у тебя открывается. Поэтому, ну, Австралию провел Новак хорошо, но при этом, опять же, таких соперников, которые он не мог победить, ну, их по сути не было. Да, молодежь, да, Шаповалов, ну, Медведев. Ну, если они вообще ионодичные формы. Если тот же Дель Поттер может вернуться, то есть, как бы там, попасть на того же, я не знаю, как-нибудь Бердых, опять-таки, это все зависит, а ты проиграл же он, кому он? Он как раз, Бутист Агуту, да? Бутист Агут, да, ну, то есть, понятно, что пять сетов, это немножко другая история. Да, да, это тоже, но все равно. Да, ну, есть там Раонич, если в хороших кондициях, да, Дель Поттер, да, ну, то есть, при определенных раскладах Федор и Надаль, ну, в принципе, ребята есть, которые могут обыгрывать. Другое дело, что они могут в итоге не добраться до Новака, в том числе и потому, что там, он первый, у него так сетка на чуть приоткрыта, поэтому я не думаю, что он пройдет без поражения, все, и даже это не касается грунта, я думаю, понимаешь, и на этом турнире он и в матче с Шиповаловым давал шанс Денису, там был провал определенный, и с Медведевым, да, вот Катя говорила про мини какие-то моменты в третьем сайте с Надалем, ну, то есть, все равно стабильно нельзя отыграть все. Ну, это невозможно, ну, ты действительно, ты же в конце концов правда не робот, это такие нюансы, у тебя концентрация внимания теряется, это не поддается никакому контролю, вот, никакому. Другое дело, воспользуется ли этим, с кем он будет играть или нет. ты можешь не подать виду, как-то, ну, там, можно компенсировать, да, все пытаются по-разному, конечно, такой уровень, как у Новака, естественно, он там совсем максимально умеет, да, это маскировать, но все равно эти моменты, тем более, конечно, соперник, особенно, когда там все друг друга уже знают, это все друг друга смотрят, уже там, с коем на набили, конечно, они знают эти моменты и могут там где-то пользоваться, а так, не знаю, я все жду, когда молодежь подрастет, вот на следующем году будет совсем интересно. Да, каждый год, говори. Нет, к концу сезона, ну, нет, но сейчас они уже, вот, они уже здесь показали, что вот сейчас они уже, ну, лучше, они уже, они уже стали опытнее, они уже увереннее, они поверили в то, что они могут обыгрывать, да, таких игроков, то есть, если до этого они просто боролись, то сейчас они уже могут обыгрывать, а это уже другой момент. Ну, представь, в полуфинале двое стандартных, да, Жокович и Надаль, а двое, кого мы не ожидали, да, Лукапуй и Цепас, ну, то есть, это много, да, это уже, да, это равновесие уже, все, это уже, да, это уже вообще не так, понимаешь? Да, там раньше было там 3-1 или там 4-0, да, да, чаще было вот второе. Сейчас уже 2-2, понятно, что легко выиграли пока полуфиналы более опытные, но все равно уже такой небольшой сигнал. Шлем от них от кого-нибудь ждем уже в этом году? Я думаю, что пока нет. Да нет, наверное, нет, пока... Пусть пока тогда. Коней придержим, да, нет, я думаю, что нет, я скорее выиграет кто-то из случайных уже возрастных, знаешь, там, Чилич, еще кто-то, ну, то есть, условно говоря, чем кто-то из молодых, ну, то есть, быстрее проскочит вот кто-то из опытных, но не из, там, Надаль, Джокович, Федерар, чем кто-то из молодых. Молодые чуть позже, наверное. Ну, в общем, пока статистике не верим, у нас в мужской сетке, получается, три шлема подряд берет один игрок, женский теперь два шлема подряд. Какая-то стабильность появилась, но по ходу сезона... Ну, понимаешь, вот сейчас грунт, ну, то есть, ты же не скажешь, что... Ну, как грунт сейчас грунт, они еще американскую серию будут, опять там без перерыва. по шлему, я имею в виду, ты же не скажешь, что сейчас четвертый подряд шлем выиграет Джокович. Ну, то есть, потому что это грунт, да, потому что там свои правила, свой король. Да, с Осакой то же самое, ты же, наверное, не скажешь, что она сейчас обязательно выиграет Роланго Росса. Осака на долгость, ты думаешь, топ-1? Ну, понятно, что у женщин все меняется. Ну, там не такая большая разница в очках, ну, то есть, я думаю, что все равно будет определенные скачки, при том, что Индиан Уэллс надо защищать титул, Осаки, там определенное количество очков, ну, большие очки, конечно, поэтому я думаю, что сейчас уже не важно, уже подписаны контракты, уже можно падать вниз. Можно US Open, в принципе, можно уже, да, поэтому, нет, я думаю, у женщин будет более такие американские горки в этом плане. У ребят отрыв достаточно комфортный, у Новака, но ему защищать Уимблдон, US Open, финал итогов, ему эти полгода ничего не надо защищать, он может выиграть Индиан Уэллс в Майами, понимаешь? Пока он будет комфортно, но вот во второй половине уже будет интереснее в плане там очков. Ну, там уже подустанут наконец-то тоже все. Сейчас еще не разбежались, да, а потом подустанут. Такие нюансы тоже, да, сезонные происходят. Кажется, разобрались со всеми, кроме Сирены, Ричардовны, Уильямс. Давайте закончим на ней. Она мама. Да. Она борется за все. Человек года. Человек года. Я думаю. Она в кабинезоне в очередном, только коротком теперь. Ну, то есть все классно. Все стабильно. Тут она играла, это вроде здорово, но опять же, до первой проверки, да, в виде Каролины Плишка. Ну, то есть, одно дело, там, разбираться с... Какой-то там Симона и Халиб? Ну, Симона и Халиб, ну, понимаешь, Симону и Халиб тоже немножко лихорадят, поэтому она же не идеально тоже подошла к Австралии, да, то есть, ну, то есть, были вопросы по поводу того, как сыграет Халиб, но уже нет такого, что ты такой, вот, все, сто процентов Сирена, да, мы в конце года делали, что если вот они все идеально будут готовы, я, по-моему, как раз выбирал Сирену, но пока нет ощущения все-таки, что она вернулась на тот уровень, который был до рождения. Да ну, какого рождения? Ну, 37 лет уже будет, ну, боже мой, ну, невозможно ей играть в 8 матчей, ну, возможно, наверное, но это просто, я не понимаю, где тогда все это черпается, тяжело. Никаких чертогах разума. Да, и каждый раз вот эти вот истории, что вот там, там ей какой-то зашаг опять сказали, еще что-то, и все время какие-то проблемы, то есть она никогда не проигрывает, потому что ее обыграли. В конце концов, ее что не может обыграть корольную прыжку, на первый номер было 25 лет, девчонки, нормально играет, подает далеко не хуже сирены. Ну, блин, вот зашаг ей засчитали на счете 5-1, поэтому она проиграла. невозможно уже просто, если честно. Нет, ну да, сейчас уже тот период, когда вот эти девочки могут уже действительно что-то противопоставить. Уже не так подача влияет, а, там, сирены, как было раньше. Ну, то есть уже эти девочки подросли, сирена повзрослела, ну, и как бы... Нет, ну, топ-звезда, там все здорово, понятно, у нее видно, что у нее это есть желание, есть мотивация, но как бы есть еще реальная физиология, как-то обычная, которая даже у нее на корте, это видишь, какие-нибудь моменты, у нее прям провалы есть, то есть она устает, она там черпает от того, что у нее этот сумасшедший характер, и вот эта вот воля к победе, и желание быть суперзвездой, оно, да, классное, замечательное, но на нем далеко тоже не укатишь, когда все равно есть побочные эффекты, их становится с каждым годом все больше, к сожалению, больше, больше и больше, легче ей не будет никогда уже, будет только сложнее, 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 сложнее. Ну да, сейчас вот сложилось все вот это воедино, да, она стала мамой, это тоже отразилось на организме, да, ей уже не 18, да, плюс соперницы уже повзрослели, ну и уже, ну то есть действительно, ты идешь уже, как это называется, в минус, да, чем в плюс, так что надо к этому более... Ну то есть это знаешь, как тоже up on the hill, когда ты уже вверх поднялся, дальше только вниз, больше некуда, поэтому... Ну каждый из нас с этим встретится, поэтому... Да мы уже начали, что ты... Надо быть спокойненько, надо спокойненько к этому относиться, да, всегда кто-то придет на смену, то есть каким бы великим человек ни был, всегда кто-то заменит. Ну вот в один еще материнский шлем в этом сезоне мы верим. Ну мне кажется, один-то она возьмет. Да? Ну мне кажется, да. Я думаю, что... Умблдон? Да, наверное. Ну почему? Если Квитова там поднаберет форму, я не думаю, что она возьмет Умблдон. Ну вот между Умблдоном и US Open я вот, ну то есть я оставлю один из этих двух для Сирены. А про Кенера Лангарус завалит. Просто. Ну это все-то там можно будет переписывать подкаст. Поэтому мне кажется, один, ну она так хочет, она, в принципе, я думаю, что ради этого одного шлема, ну может быть максимум двух, вот чтобы, вот если она сделает эти, сколько, 25 ей надо, чтобы быть... Ну еще надо повторить, а потом... Ты понимаешь, да, мы так говорим, вот этот шлем, шлем, понимаешь, да, что там нужно сказать 8 игр. 8 игр с, ну, с хорошими уже сейчас игроками. Понимаешь, первые 5 примерно будут не очень хорошие, потому что она уже, опять уже, там, близка к первой десятке, какая уже, 11 или что. Ну то есть первые 5 будут нормально. Тут уже как пазл сложится. Дойдут ли Каролина Пличкова или кто-то, или может быть, опять какая-нибудь Колин? Ну слушай, женский теннис, такая штука еще, понимаешь, там может возняки где-нибудь, знаешь, тоже это в агонии там удариться, один матч сыграть, понимаешь, может там Кики Бертонс просто тоже взять, там, знаешь, закрыть глаза и неожиданно попасть все в корт. Ну то есть если уж такие, как ты скажешь, фишки, да, раскладывать, то там может быть вообще, знаешь, раз в год и палка стреляет. То есть ее может выйти, обыграть, я не знаю, там, кто угодно. Настя Павлюченко. Ну Настя Павлюченко это все-таки не кто угодно, скажем так. Ну не палка. Ну то есть, ну кто-то, я не знаю, кто-то дошел там и случайно вот раз и получилось, да. Ну вот я и говорю, в принципе ради этого играет. Ну то есть если будет 25, я думаю, этих шлемов, все, она закончит, прям сразу же уже. А весок 23? Да, нужно 24, чтобы догнать Маргарет Корт и 25, чтобы ее обойти. Ну то есть, мне кажется, проще отдать ей эти два шлема. Ну так она же и поэтому топает ногами, думаешь, дайте мне эту тарелку, ну ее же надо забрать. Ну вот надо отдать в этом году и спокойно и всем уже успокоиться. Ну тогда просто можно по-другому все это сделать и как бы не париться вообще, понимаешь, все вопросы довольно простые, знаешь, к организаторам. То есть здесь чё уж там, если уж так хочется, чтобы уж прям били рекорды, понимаешь, уже 21 век живем уже все-таки, ну. Кажется, теперь всем все раздали просто. В общем, услышимся через неделю. Это был теннисный подкаст Eurosport.ru. Не буду представлять этих людей, они могут представить себя сами в этот раз. Мы прощаемся. Владес на меня очень громко смотрит. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, вы поржали, как и мы. До свидания. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова